Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» – неотъемлемая часть празднования Дня Защитника Отечества. Жители городского округа Люберцы собрались у памятника воинской славы, чтобы поклониться павшим героям. Как прошла церемония, расскажет наш корреспондент. У подножия памятника воину-освободителю выстроился почетный караул. И тут последнее приготовление перед торжественным возложением цветов. К Вечному огню же подходят люди, для которых 23 февраля – особая дата в календаре. 35 лет отдал советской армии, 31 год в составе института российской армии. Занимался беспилотной тематикой. Наша легендарная непобедимая армия отмечает 105-ю свою годовщину. Она прошла славный путь. И в настоящее время наша российская армия является преемственностью советской армии. Сегодня день великий. Я желаю всем люберчанам и всем жителям Московской области доброго здоровья, взаимопонимания, любви. Перед церемонией возложения цветов все, кто собрался у мемориального комплекса, почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Право первыми возложить цветы предоставили главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову, председателю Совета депутатов Владимиру Ружицкому и депутату Московской областной думы Лидии Антоновой. За ними последовали общественники, ветераны военной службы и боевых действий, народные избранники и жители городского округа. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.